Приветствую вас, как правильно сказала моя коллега, у вас симптомы созависимости возможно, но, понимаете, вот отношения с молодым человеком выразорвались, и тревожность у вас появляется очень часто, тогда как если бы были созависимые отношения, то с большой долей вероятности можно утверждать, что у вас было бы несколько другое состояние. У вас было бы состояние апатии, депрессии, возможно, этого вы не написали, поэтому я делаю вывод, что, возможно, этого у вас и нет. То есть, вполне вероятно, что вы были тревожены всегда, еще до того, как ваши отношения с молодым человеком были разорваны. И сейчас, когда его в вашей жизни больше нет, я имею ввиду молодого человека, вы, очень может быть, сами того не замечая, что они вклыхнули в свою глубинную основу для страхов, для ваших страхов. Конечно, сложно сказать, были ли это страхи с вами всегда, была ли это тревожность с вами всегда, или не было ее. Но одно могу сказать точно, что тревожность – это невозможность, отсутствие возможности человека измениться, поменяться, адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, которые, ну, происходят постоянно. То есть, я надеюсь, вы понимаете, да, что условия нашей жизни меняются очень резко иногда, иногда быстро, и, ну, нужно, нужно меняться вместе с этими условиями. Вы этого не делаете, и из-за этого у вас вот такие вот проявления наблюдаются. Можно ли это исправить, зависит ли это от отношений с вашим молодым человеком или нет, нужно разбираться. Я бы не стал сразу, как бы, увязывать одно с другим. Потому что, по-моему, разрыв послужил своего рода катализатором для проявления ваших страхов, для вашей привозности. И, возможно, причина этого кроется немножко в другом. Причина кроется в том, что было с вами, ну, еще раньше, до того, как вы надорвали свои отношения с молодым человеком. То есть, с этим нужно разбираться. Сам молодой человек, сами отношения, разрыв отношений, повлиять, конечно же, могли. Это безусловно. То есть, скорее всего, действительно у вас очень травмирующая эта ситуация для вас. И вам, ну, не просто этот момент для себя принять. Отдаю себе отсчет в том, что это может быть так. И из-за того, что вы ранее имели уже вот эту вот основу для тревожностей и страхов, сейчас она, эта основа, дает о себе знать в большей степени, если чем до этого. Вот. И я думаю, что вы можете помочь себе для начала тем, что поработайте со специалистом и выявите основные триггеры, основные стимуляторы ваших приводных ощущений. И если вы получите как результат то, что вот тревожностей была раньше, то с ней вам нужно будет работать. Я бы даже сказал, что с ней нам нужно будет работать. Если выяснится, что это то, что вы испытываете вследствие все-таки разрыва с молодым человеком, тогда, ну, тогда, ну, тогда, конечно же, можно говорить о том, чтобы прорабатывать уже психозависимость от мужчины. Ну, вот, сразу бы я не стал говорить о том, что вы вот в обязательном порядке, у вас зависимость и так далее. Ну, не все люди являются странно зависимыми от своих, ну, вторых половинок, от своих бывших молодых людей. Да, проблемы, конечно, могут быть, да, это всегда очень формирующая ситуация, это безусловно так, но давайте будем честны и все-таки будем решать проблемы по мере их поступления. Вот так я хотел бы ответить на ваш вопрос. Вы можете помочь себе также релаксирующими техниками. Техник этих очень много, это и дыхательные техники, это и различного рода отвлечения, да, то есть больше думать о себе, как вам советовала коллега. Заниматься постоянно чем-то, отвлекаться, получать как можно больше эмоций и так далее, может быть, вам это поможет. Но лучше всего будет, конечно, если вы пойдете по пути решению своей проблемы, будет лучше, если вы постараетесь конкретно, кардинально ее решать. Потому что, ну, большая нагрузка идет и на вашу психику, и на нервную систему, и на вас в целом вообще. Желаю вам удачи, всего доброго, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А если вопросы какие-то остались, обращайтесь в личку, помогу.